Казанские фармакологи налаживают сотрудничество с Арабскими Эмиратами. Какое будет партнерство с учеными из Востока, покажет время. Это программа КФУ. Вчера, сегодня, завтра мы в прямом эфире. И у нас сегодня в гостях представители Института фундаментальной медицины и биологии, одного из самых старейших, одновременно молодых научных подразделений Казанского университета. У нас в студии директор Института Андрей Павлович Вкиасов, профессор кафедры генетики Альберт Анатольевич Резванов и научный руководитель лаборатории био-нанотехнологии Равиль Фаридович Фахрулин. Добрый день. Доктор наук. Прекрасно. Мне прям очень приятно с вами сегодня беседовать. Андрей Павлович, первый вопрос к вам. К кого это вот руководить? Институтом, у которого, скажем так, двойная дата, можно сказать, мне кажется, вот одна дата основания, а вторая дата перерождения. Да я в ней говорил про перерождение. Вообще, как руководить? Руководить приятно. Потому что народ очень хороший, очень талантливый. И молодежь, и все сотрудники, кто работают. Поэтому работать несложно. А когда вы говорите про две даты, это, наверное, просто вы имеете в виду медицину? Да. Ну, в 1804 году, ноябрь, Александр I подписал указ о создании императорского университета. Ноябрь. Соответственно, декабрь прошел. А вот с 1805 года начали приезжать первые профессора. И в числе первых, так сказать, приехал Каменский профессор, и началось преподавание медицины. Соответственно, уже с 1805 началось преподавание медицины. В 1815 году были выпущены первые медики. Почему еще 2014 год звучит? Он звучит в датах по одной простой причине, что в это время произошли первые выборы ректора. Поскольку до этого университетом руководил директор гимназии Яковкин. А потом произошли первые выборы университета. Кстати, им стал медик Браун, заведующий корректор анатомии, физиологии и судебных врачебных наук. И когда выбрали ректора, то тогда создали факультеты. То есть до этого существовало медицинское отделение, потом стал медицинский факультет. И до 1930 года он существовал. Точно так же, так сказать, как бы параллельно развивалась и биология. Потому что, причем они были неразрывны. Если мы говорим про историю университета и говорим про Карла Фукса, то он точно такой же и биолог, и точно такой же и медик. А в 1930 году, когда медицинский факультет отделился, в университете осталась только биология. И, наконец, вот уже когда стал федеральный университет, ученый совет принял решение, наверное, мудрое решение, поскольку происходит биологизация медицины. То есть вообще медицина это часть биологии. Вот 2012 год, это год образования института. 21 мая я приступил к работе. И с этого момента... Прям число, время помните? Время нет, но я не помню. У меня вопрос такой, смотрите, наверняка тогда были вопросы скептического характера, зачем Татарстану еще один институт, который будет выпускать медиков. Наверняка с такими вопросами сталкивались. Да я не знаю, я не слышал, но если говорить, зачем еще медиков, ну, во-первых, просто медиков даже, так сказать, их и так не хватает. В первичном звене, это раз. Второе, задача стоит несколько шире. Задача стоит в том, чтобы пересмотреть. Мы пересмотрели уже очень многие образовательные программы, вот, и для биологов, и для медиков. И в этой ситуации, ну, просто назрела необходимость. Вы знаете, сейчас все проходят всю эту реформу. Та же самая и Япония, в которой также шестилетнее образование на медицинских факультетах было. И они тоже реформируются. Германия, откуда мы принесли это, все реформируется. Ну, и, наконец, биология, так сказать. Даже, вот, я все время люблю повторять, что даже изучая комара, все это можно связать с биомедициной. А вот Равиль Фаретович, он расскажет, как он изучает там маленьких-маленьких червячков, и тоже это все будет на медицину. Поэтому нет. Нельзя разделять. Человек – это биологическое существо. И, соответственно, так сказать, здоровье человека и болезни человека – это то, что происходит нехорошего, например, если это болезнь внутри биологического существа. Поэтому без знания биологии, особенно новых достижений молекулярной биологии, медицина просто невозможна. Поэтому я думаю, что вот они, два молодых доктора наук, сидят. Сейчас, правда, скажут, мы не очень молодые уже. Только я. А, только ты, да. Но они биологи по образованию. Но это нисколько не мешает им заниматься проблемами, вот именно проблемами биомедицины. Биомедицина. То есть и биологии, и медицины на стыке. Я напомню, что мы в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы. Мы их принимаем по номеру телефона 233-75-32. Ну и, конечно же, доступны и по скайпу наш ник универсмотри.ру. Не упустите задать вопросы своим научным сотрудникам университета, от которых мои коллеги, журналисты, наверняка зачастую ждут информации, новостей из ряда научных открытий, научной сенсации. Я сейчас предлагаю посмотреть сюжет об одном из направлений, который ведется непосредственно в институте, непосредственно о вашем направлении, Равид Фаридович. Мы возвращаемся в студию буквально меньше, чем через 3 минуты. Смотрим сюжет. Это я беру каркас, я его помещаю в планшет, заливаю питательной средой и в последующем я буду их засывать клетками, но не сегодня, не сейчас. Этот каркас не что иное, как основа для будущих тканей. Правда, ученые все же не спешат говорить о сенсациях и способности выращивать ткани. Но в руках у научного сотрудника Катерины Наоменко каркас, который действительно может помочь восстановлению. Ученые далеко не загадывают. Но применение этому полимеру с наночастицами огромное. От восстановления переломов кости до человеческих органов после операции. Можно использовать в качестве кожного трансплантата или для заполнения постоперационных полостей, когда после удаления части какого-то органа или большого участка какого-то остается полость, которая обычно чем-то заполняется. Как раз таки для заполнения эта губчатая основа очень хорошо подходит. Кроме тканевой инженерии, здесь ученые занимаются поиском новых методов оценки токсичности наноматериалов. Вот они. В качестве эксперимента наночастицы внедрили в кишечник микроскопического червяка. Наша работа заключается в том, чтобы научиться контролируемо доставлять наночастицы и нанотрубки в организм червяков. И затем изучить возможные токсические эффекты этих материалов. При этом результаты казанских исследователей могут быть полезны не только для тех, кто использует наноматериалы. А сейчас это модное слово «нано» все чаще звучит в производстве. Именно во время одного из экспериментов с природными нанотрубками Галуазита ученые определили, что некоторые клетки человека лучше их поглощают. Не исключено, что данное свойство клеток можно будет применять как новое средство доставки лекарств. Возможно, мы сможем использовать это свойство для дифференцированной доставки. То есть когда эти и другие клетки получают одинаковую концентрацию вещества, но в силу своих биологических особенностей один из типов клеток с большей охотой, с большим аппетитом поглощает эти нанотрубки. И, собственно, одна из работ была сделана в этом направлении. Хотя изначально, когда мы только начинали это делать, никто такой задачи не ставил. Мы снова в студии. Это программа КФО «Вчера, сего, не завтра». Раиль Фаридович, предлагаю с вами поговорить, раз уже заговорили о вашем научном проекте. У меня довольно-таки приземленно-жизненный вопрос. Вообще, насколько, как скоро можно будет внедрить ваши разработки в действующую медицину, в клинике, в больнице? Насколько скоро это реализуемо? Мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что работы в этом направлении не всегда приводят к тому, что разрабатываемые методы находят свое место в больнице, скажем так. А ставится такая цель вообще? Да, конечно, такая цель ставится, но мы стараемся всегда быть очень осторожными в этой области, потому что, когда мы, допустим, касаемся каких-то аспектов лечения заболевания, то есть очень тонкая грань. Вот я приведу такой пример. В 2012 году одна из наших публикаций была достаточно широко освещена в международных научных СМИ, и ко мне непосредственно обратился человек, который болел раком. Я не знаю дальнейшую судьбу этого человека, он тоже был ученым, жил где-то, если не ошибаюсь, в Аргентине, и вот он предлагал тот метод, который мы разрабатывали, каким-то образом опробовать на нем самому. Потому что вот он подумал, что возможно это как-то ему поможет. Мы, к сожалению, ничего такого сделать не можем. Мы, вот непосредственно наша лаборатория, мы не врачи, мы биологи, мы занимаемся какими-то фундаментальными, скажем так, биологическими вопросами, а востребованность этих методов, их применимость на практике, это уже дело врачей, людей, которые могут лечить человека. И поэтому мы всегда достаточно скептически, с долей самокритики относимся к тому, что мы делаем. Мы не можем обещать каких-то сиюминутных результатов. Сенсации. Да, это то, что касается, допустим, таких направлений, как тканевая инженерия, как доставка лекарств. Если же говорить о более приземленных вещах, которые имеют не такое прямое отношение к медицине, как, например, оценка токсичности материалов, то результаты этих исследований непосредственно уже сейчас могут быть использованы. Потому что фактически мы просто отвечаем на вопрос, токсичны данные материалы или нетоксичны. Приводят они к каким-то изменениям или не приводят. И, в принципе, имея эту информацию, уже можно делать вывод о применении тех или иных материалов на практике. То есть это уже ближе к практике, скажем так. Ну вот Равиль, я тогда добавлю. Равиль в этой ситуации, то, что говорил, он говорил как типичный биолог. И для чего как раз и создавался институт наш, который существует три года? Потому что реально сейчас во всем мире, и он бы не получил никогда грантов своих, которые он имеет, если бы он не указывал, что там есть Translation Research. То есть как бы то, что он получает, может быть перенесено непосредственно в клинику. И поэтому он просто осторожен, чтобы его потом за язык не поймали. И не сказали, ты же в телевизоре сказал нам это. Перефактом не поставили. Да, конечно. А то, чем мы занимаемся, то есть чего не хватает? Не хватает трансляторов. То есть врачей или биологов, уже знакомых с медициной, или врачей глубоко знакомых с биологией, которые бы могли переносить фундаментальные разработки непосредственно в клинику. Потому что вот этот вот разрыв трансляционный, он существует, его необходимо избежать. Но еще один момент важный, он указал, так сказать, что существуют трансляции, когда наоборот есть запросы практики. И вот по этим запросам практики они уже фундаментальщики, так сказать, они отвечают и разрабатывают метод тестирования безопасности, все что угодно. То есть нету так называемого связующего звена, я так понимаю? Да. Или его не хватает? Там очень много сейчас чего не хватает. Не хватает первый провал трансляционный между фундаментальными и клиническими исследованиями, когда начинается прям первая фаза клинических исследований. После того, как клинические исследования прошли, дальше необходимо оценить экономическую целесообразность, приемлемость данной технологии, например, на территории России или в определенном субъекте Российской Федерации. То есть как эта технология может законно быть применена? То есть там уже даже не только врачи подключаются, но должны подключаться и экономисты, и все. Равел Федорович, я так думаю, что все-таки так иначе вы попали в тренд. То есть насколько вообще актуально, насколько интересно сейчас изучать область био-нанотехнологии? Это очень перспективное направление. Дело в том, что применение ряда материалов, которые называют наноматериалами, это позволяет получить такие результаты, которые сложно или невозможно получить без их использования, скажем так. Нельзя говорить, что это возникло совсем недавно. То есть на самом деле такого рода вещи использовались уже достаточно давно, но относительно недавно их стали применять целенаправленно. То есть делать какие-то работы, которые направлены на селективный поиск таких материалов и их применение в области биомедицины. Зачем это надо-то? Ну опять же приведу простейший пример. Доставка лекарств. Когда используются разного рода контейнеры, их называют нано-контейнерами, они могут быть... То есть реально маленькие размеры позволяют проникнуть туда, куда они могут большие, так сказать, эти... Плюс ко всему еще мы можем каким-то образом направить их, то есть, например, использовать магнитное поле, чтобы сконцентрировать эти контейнеры в каком-то месте. Можем использовать какие-то наноразмерные метки, которые позволят увидеть вот в мышке или в человеке тот участок или тот орган, в котором сконцентрированы наши контейнеры. То есть плюс эта доступность быстро проникает куда другое не проникает, второе это получается адресность доставки. Да, и третий момент. Можно регулировать выход, интенсивность выхода лекарства. То есть когда лекарство выходит не все сразу, а необходимыми маленькими порциями и под воздействием какого-нибудь стимула. Ну самый простой пример. Повышается температура в каком-то участке, и при повышении температуры эти капсулы начинают высвобождать лекарства, которые в них находятся. Без повышения температуры высвобождения не происходит. То есть по сути вы контролируете лекарства, его действия? Мы стараемся. Он пытается разработать как раз все эти технологии, вот эти вот три полезных свойства, про которые он перечислил, совместить и сделать уникальное что-то. Так называемые умные контейнеры. Андрей Павлович, вопрос, который продолжение, естественно, частично вы уже начали говорить о том, что биология и медицина, они неразрывно связаны. В этом, собственно, и уникальность института в определенном смысле. В определенном смысле, да, у нас есть как бы ограничения, связанные вроде бы с законами, но в то же самое время есть и степень несвободы, поскольку мы федеральный университет, и поэтому наши образовательные программы и в области биологии, и в области медицины, они не являются стандартными, как, например, во многих других университетах, то есть во всех учебных заведениях. Они уникальны, и мы поставили перед собой задачу, то есть обе группы специалистов у нас должны быть другими, новыми, то есть уникальными и востребованными обществом. У меня такой тогда вопрос, чисто обывательский, а как же тогда медики, подготовка медиков, которые должны уже завтра спасать людей, беречь их здоровье, их подготовка наверняка тоже ведется? Они все это могут и будут уметь, а проблема же заключается в другом. Понимаете, иметь диплом врача, это еще не значит быть врачом, вот, и говорить, что образование через всю жизнь, и ты через 20 лет станешь хорошим врачом, ну, извините, сколько ты тогда жизни угробишь за эти 20 лет? Соответственно, наша задача на выпуске, чтобы он четко понимал, понимаете, он не заучил, чтобы таблетки те же самые, которые сейчас разрабатываются, и как это, а он понимал механизмы действия, он понимал, куда это встраивается. Во-вторых, основная задача, например, как бы это не навреди у врача, а сейчас с огромным количеством лекарственных препаратов, вы знаете, что, в принципе, в Соединенных Штатах за год умирает от неправильно назначенных, от Соединенных Штатов, где контроль очень мощный, от неправильно назначаемых лекарственных препаратов 80 тысяч человек в год. Это маленький город на территории Республики Татарстан, например, Бугульма, Тетюши или еще кто-то, или Чистополь. То есть за год только из-за лекарств. Поэтому очень много проблем, которые должны решаться уже очень быстро и решаться в рамках образовательного поля, но с участием, так сказать, научных разработок, которые ведутся. — Я сейчас тогда предлагаю посмотреть сюжет о симуляционном центре, о центре, на мой взгляд, одном из тех площадок, где, можно сказать, набивается рука в определенном смысле. — Нет, вы правы, потому что сейчас и законом определено. То есть вот когда я был студентом, мы учились на пациентах, это нехорошо. Вот я помню, когда я делал первую инъекцию, ладно, не пациенту, а я делал внутримышечную инъекцию. Я знал, что что-то надо медленно, а что-то быстро. И вот я медленно в мышцу вводил иглу, а быстро раствор. А все надо было делать наоборот. Сейчас же наш студент, любой наш студент, пока он не сдаст эти практические навыки на симуляторах, на манекенах, он к пациенту не подойдет. — К пациенту не нет. — Нет. — Ну тогда предлагаю посмотреть сюжет. Встречаемся в студии буквально через несколько минут. Институт фундаментальной медицины сейчас становится одним из самых посещаемых подразделений Казанского федерального университета. А симуляционный центр стал визитной карточкой института. Кампус не раз осматривала высшее руководство Татарстана и, конечно же, отметила манекены от научного центра Эйдос. — Они вот состыковались, и это специалисты поработать их. У нас будет несколько центров, и вот они вышли вот на все эту нишу. — Все, я понимаю. Сейчас я вам парню, срезаю. Министр здравоохранения России не только протестировала симуляторы, но и в целом оценила центр. — Министерство здравоохранения в течение последних двух лет внимательно следит за работой этого центра. И мы видим просто фантастическое его развитие. То, что мы увидели сегодня, сделает честь любому крупнейшему университетскому центру, любому. В том числе и зарубежные гости во время визита в университет успели удивиться возможностям этого кампуса. — Во-первых, конечно, я очень впечатлен достижениями университета. Все можно изучить на симуляторах. Благодаря новым программам студентам очень легко учиться. Они могут исправлять свои ошибки. И это действительно впечатляет. Симуляционный центр открыт в Казанском университете в мае 2014 года. Пока это один из крупнейших подобных центров в России. Здесь студенты на специально запрограммированных манекенах отрабатывают различные ситуации из рабочей жизни врачей. Этот тип обучения дает огромное преимущество молодым врачам перед тем, как начать оперировать самостоятельно. Поскольку множество операций, которые они будут делать в перспективе, здесь они могут произвести в спокойном состоянии, без нервотрепки, без экстренных ситуаций. Весь симуляционный центр – это виртуальная больница из симуляторов и манекенов. При этом все как положено с разными отделениями, от палаты покоя до операционной. Здесь возможно довести до совершенства все действия по спасению человека. И не только. Манекены могут имитировать даже роды. Давай. О, есть. Есть? Да. Я там почувствую. Макс, дай сюда, давай еще. На роботах можно проводить пальпацию, брать кровь на анализы и делать уколы. Материалы, которые используются – это полная имитация человеческой кожи. Неудивительно, что их хочется потрогать и самому убедиться, насколько они на самом деле реальны. Это центр, где нашли свое воплощение знаний инженеров, поэтому манекены максимально приближены к человеческому организму. Позволяет он у нас показывать различные реакции железной деятельности робота, ну, человек, точнее, их имитировать. Мы можем задавать определенные сценарии, например, анферотический шок, полот и раны в грудной клетке, по-моему, да, ну, совершенно разные, пневматуры, пневматуры и так далее. Благодаря симуляционному центру и другим новым подходам Институт фундаментальной медицины и биологии превращается в центр, где становится возможным обучение специалистов нового уровня. В дальнейшем именно они должны решать проблемы медицинской отрасли. Университет может готовить не только врачей. Это очень важная вещь, которую нужно понимать, потому что медицинская отрасль и здравоохранение – это не только врачи. Кроме того, мы с вами понимаем, что все технологии сегодня медицинские в Россию или большинство мы завозим из-за рубежа. Почему? Потому что у нас нет медицинских физиков, у нас нет специалистов, которые занимаются медицинским приборостроением. У нас неправильно идет подготовка в области медицинской фармацевтики, потому что медицинские вузы готовят провизоров, но не готовят людей, которые изобретают лекарства, знают, как оценить их безопасность, эффективность, понимают стратегию развития фармацевтики в мире и так далее. Поэтому нам кажется, что пора озвучить стратегию реализации программ высшего медицинского образования не в интересах просто подготовки врачей, а в интересах отрасли и в интересах наших пациентов. И тогда мы должны все поставить с головы на ноги. В основном в студии. Это программа КФУ «Вчера, сегодня, завтра». Мы в прямом эфире и принимаем ваши вопросы по телефону 233-75-32. Ну и, конечно же, доступно по скайпу наш ник универсмотри.ру. Андрей Павлович. Продолжая на ваш вопрос, ответ Людмила Михайловна, Огородова замминистра, она еще очень правильно, так сказать, еще ответила и сказала, почему создавали три года назад и почему именно здесь. Потому что классический университет федеральный, вот он как раз может решить очень многие проблемы именно для медицинской отрасли. Проблемы в комплексе. Конечно, конечно. А насчет центра, ну там даже скромно вы сказали, что один из крупнейших в России. То есть он крупнейший? Крупнейший, во-первых, раз, а во-вторых, он уникальнейший, это два. Потому что нет ни одного центра в мире даже, где бы одновременно, так сказать, проходило обучение симуляционное студентов и врачей, и где бы разрабатывались новые симуляторы. И более того, следующим шагом, который будет сделан, это уже с нашими партнерами с японскими, с университетом Джунтенда и с рекеном, вот, это разработка персонализированных симуляторов. А мы делать сейчас будем так, что компьютерная томограмма, сняли срезы пациента, быстро делается 3D-модель, и конкретно хирург до того, как пошел в операционную, он сначала отработает всю операцию конкретного пациента на симуляторе, а потом только пойдет. Вот это уже, вот это вообще никто не делает. То есть, по сути, можно будет на симуляторе отработать операцию человека? Конкретного человека, конкретного. То есть, там тоже конкретные люди. С конкретной проблемой. Да, да. Там, ну, понимаете, где-то сосуд не так отходит, где-то нерв не так, где-то лишняя спайка появилась. Когда он отрабатывает вот на этих случаях, которые есть уже, ну, это как вот тесты, вот школьник отрабатывает тесты, вот любой тест, т-т-т-т-т-т-т-т-т, он уже примерно запомнил. А вдруг что-то новое появилось, вопрос по-другому сформулирован, и он уже не знает, как на него ответить. А у человека внутри то же самое. Что-то немножко... Вот есть ситус висторум инверсум, это когда переворот органов справа налево. И американцы проводили лет 20 назад, как хирурги, столкнувшись с этой ситуацией, ведут себя. 80% правильно определили, что есть, например, там аппендикс слева вместо права. 10%, так сказать, сначала ничего не определили, вот, но потом определили и отрезали то, что надо. 5% отрезали вообще то, что не надо, а 5% просто зашили, потому что, так сказать, не понимали, что делать. Но это вопрос о медицинской ошибке, собственно. Это и ошибка, но это, так сказать, и готовность. Это готовность. А здесь реально сначала все отрабатывается, и уже, когда идет на операцию, он уже знает, что, ага, здесь две спайки, ага, здесь нерв идет вот криво, так сказать, а здесь я могу резануть, так сказать, и будет кровотечение. Это красиво все в картинках, а реально, когда делается реальная операция, вот я недавно разговаривал с моим приятелем, он говорит, ну что там, там, говорит, когда кровить начинаешь, быстрее кровь останавливай, что перевяжешь, что не перевяжешь. Мы как раз хотим друг другого. Ну, так или иначе, симуляционный центр — это такое популярное место посещения абсолютно практически всех гостей университета. И при этом, сколько я просмотрела видео, они всегда восхищаются. Ну, неужели действительно у них вызывает это восторг у зарубежных гостей? Потому что уже нет. То есть, ну, смотрите, Япония. Вот мы сейчас с радостью принимаем в симуляционный центр суперновейший аппарат УЗИ от фирмы Тошиба. Он еще в России не поставлялся, но он у нас будет стоять для обучения врачей. И те же самые японцы из университета Джунтенда, так сказать, они говорят, а давайте, так сказать, разрабатывать симуляторы вместе и симуляционное обучение, так сказать, мы начнем наших сюда присылать, чтобы потом у нас внедрять. То есть, это кажется... Ну, знаете, где-то там есть один манекен, говорят, там три манекена, и говорят, о, у нас есть симуляционный центр. Вот. То есть, вот такая уникальная машина, где, во-первых, это виртуальная клиника, а во-вторых, еще идет и разработка, такого нигде нет. Вот это наши, поэтому все восхищаются. Ну, звоните вы тоже, узнавайте... И вы можете восхищаться. Я непременно восхищаюсь. Я предлагаю восхититься и нашим телезрителям, позвонить, задать свои вопросы. Жарко, все на пляже. Есть уникальная возможность задать вопросы непосредственно руководителю, директора Института фундаментальной медицины и, конечно же, передовым научным сотрудникам. Наш номер телефона 233-75-32, ну и, конечно же, доступно по скайпу универсмотри.ру, наш ник. Дозвонитесь и задавайте свои вопросы. Об институте не перестают говорить, в том числе, потому что самая одна из последних актуальнейших новостей о том, что КФУ и РКБ-2 воссоединяются, ну, соединяются точнее. Вообще, Андрей Павлович, расскажите, пожалуйста. Произошел никак, скоро будет бракосочетание и создание единой семьи. Ну, кстати, в тему. Да. Почему, собственно, было принято это решение, как шло обсуждение, долго ли оно шло? Ну, решение очень просто. Две задачи. Вот то, что вы пытались у Равиль Фаридовича узнать, когда будет внедряться, а как это внедрять вообще можно. А сейчас, например, у большинства медицинских образовательных организаций и у классических университетов, где ведут подготовку медиков, нет своих клиник. То есть, на основе договора просто студенты ходят и говорят, ну, хорошо, хотите. Но самое удивительное другое, что кафедральные сотрудники, если они не являются сотрудниками этой больницы, а они преподают студентам, например, терапии или еще какие-то там предметы, они не могут подходить к больным юридически. Он не является сотрудником этой больницы. Он не имеет права. Он может только смотреть. Правда? Он может только рассказывать, его так пальцем показывать, а вот это там, то, а вот это там, то, потому что юридически он не может в истории болезни ничего записать. И поэтому эта проблема очень большая. Вот сейчас в первом МИДе сеченовские, они говорят, что они создали университетские клиники. Они, по крайней мере, узаконили то, что те кафедры клинические, которые находятся на базе больниц каких-то, всех сотрудников этих кафедр берут на работу. Но эта ситуация тоже, так сказать, не лучшее решение. Самое лучшее решение, это как в большинстве, из чего у нас и начиналось. Знаете, где мы сидим с вами, нет? Да. А где? По-моему, это бывшая больница, где лечили... Это старая клиника. Да. Это старая клиника. Просто я не знаю, от чего лечили. Ото всего. Это была первая клиника университета, которая потом стала республиканской клинической больницей. И вот ТРКБ, которая на выезде из города, вот это было РКБ. А начиналось все с университетской клиники. То есть ее построили, и именно здесь студенты Казанского университета императорского и познавали все азы, так сказать, вот врачевания. Здесь же работали и известные. Посмотрите на досках, какая мебориальная. Сколько их висит. Кто здесь только не работал. То есть это была старая клиника. Поэтому, то есть клиника должна принадлежать университету. Потому что для того, чтобы преподавать, необходимо иногда госпитализировать больных, еще и тематических. Если со студентами вы проходите, например, пневмонию, но ни одного больного с пневмонией не лежит, как вы ее можете изучать? А группа прошла и ушла. Соответственно, так сказать, если это просто больница, больница решает свои задачи. Если это клиника университетская, она решает задачи, когда и тематического больного. Второй момент очень важный. Все эти разработки, про которые говорили, мы никогда не сможем сделать трансляцию. И вот этот вот брешь, вот этот пролом, долину смерти ее называют, преодолеть, если у нас не будет своей площадки, своей клиники, где бы мы могли это внедрять. Поэтому наличие клиники, это жизнь необходима для развития медицины, биомедицины и вообще, так сказать, и медицинской физики, и биотехнологии, всего того, что связано с медицинской отраслью. Вообще, вопрос соединения КФУ и РКБ, это чисто, насколько я знаю, сейчас больше документально, потому что и до этого велись непосредственно проекты в РКБ-2. Насколько я знаю, у Альберта Анатольевича тоже. Ну, сотрудничали-то мы со всеми клиниками, и, наверное, даже он сейчас расскажет, что в большей степени он с РКБ сотрудничал. Вот, но и РКБ-2, так сказать, как одна из крупнейших тоже. Тогда я сейчас предлагаю посмотреть сюжет непосредственно о вашем проекте, Альберта Анатольевича, потом вернемся к обсуждению. Мы получали культуру клеток из костного мозга и из жира животных. У нас ведутся проекты и с людьми, и по теме животных. Здесь в специальной пластиковой посуде выращиваются клетки, которые были взяты у мышей. Экспериментальным грызунам пришлось пожертвовать своими жировыми тканями. Клетки выращиваются до определенного количества и могут служить своего рода лекарством. В данном случае тоже мышей. Мы получаем нужное количество клеток, допустим, миллион, два, три, сколько нужно для эксперимента, для лечения. Это уже все выяснено опытным путем. Вот, в данный момент эти клетки выращиваются для эксперимента. Аналогичные клетки, но только других животных уже поработали для восстановления костей. Научный сотрудник Елена Закирова стала доктором айболитом для некоторых собак. Эта лаборатория специализируется на заболеваниях опорно-двигательного аппарата. К Елене уже попадаются животные, кости которых пережили многое. Ко мне приходят те животные, которые, в принципе, полечили определенный спектр услуг в ветеринарных клиниках. И им эти услуги, это лечение не помогло. И поэтому, как последняя инстанция, уже получаюсь я. Так что там, собственно, выбор им остается небольшой, но еще никто не жаловался. Использование клеток для заживления переломов среди ученых обсуждается и исследуется не один день. Биологи Казанского федерального университета не исключение. Однако, казанские ученые все же идут своим путем. Сейчас Ксения готовит генно-клеточный препарат, который предназначен для доклинических испытаний при травматических повреждениях спинного мозга. Собственно, в этом, так сказать, и изюминка метода, который разрабатывают биологи КФУ. Они комбинируют методы клеточной и генной терапии. То есть, перед тем, как ввести клетки, они модифицируются. Например, эти клетки становятся подобием, так скажем, биологических заводиков небольших, каждая из которых продуцирует различные факторы роста, факторы роста сосудов и факторы роста костей. Потому что и то, и другое необходимо для полноценного заживления переломов. Мы снова в студии. Это программа КФУ «Вчера, сегодня, завтра». Альберт Анатольевич, перед тем, как поговорить о вашем проекте, я предлагаю послушать звонок. У нас есть звонок в студию. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. А вот в КФУ выращивается искусственное оружие для пересадки? Планируется ли выращивать? Реально, все, о чем говорил Равиль Фаридович, то, что сейчас показывали сюжеты, расскажет Альберт Анатольевич, это тот базис, на основе которого и можно будет, то, что называется биоинженерией. То есть, это как раз и есть тот момент. Сейчас невозможно говорить о выращивании целого органа. Но заплаток и фрагментов, это, пожалуйста, этим они уже сейчас занимаются. Другое дело, как это, где востребовано будет в первую очередь. То есть, об этом как раз идет разговор. Альберт Анатольевич, как раз об этом мы с вами разговаривали, о том, что фантастика это сейчас, не фантастика вообще? Ну, у нас тоже, скажем так, проекты на разных стадиях проработки. Большинство из них находится на стадии, когда мы работаем с культурами клеток или с животными. Но есть часть проектов, которые мы уже ведем в рамках республиканских программ, подсдержанных Минздравом Республике Татарстан совместно с врачами из Республиканской клинической больницы. В первую очередь, это доктора Богов, Максимов, Мазгутов. И там, скажем, мы на добровольцах проверяем... Не совсем так. То, что вы доказали на животных и что это работает, то в той ситуации, когда это, так сказать, можно, и там ничего не помогает в рамках ограниченных таких клинических, через стечный комитет все это дело прошло, они пытаются это все делать. Но это уже доказано на животных, стопроцентная, так сказать, эффективность. Да. Более того, у нас есть индустриальный партнер, с которым создано малоинновационное предприятие. И в рамках совместного, так скажем, стартап-компании тоже разрабатываются новые технологии в области генной терапии, в области кличной терапии, которые будут в дальнейшем коммерциализироваться для различных методов лечения, например, травм периферической нервной системы или переломов. Ну, насколько я знаю, о тканевой инженерии, тем более о генной инженерии, ведутся очень бурные разговоры. Собственно, насколько я знаю, это одна из самых популярных тем сейчас. Ну, генной инженерии или генмодифицированные всякие штуки. Да, здесь нужно, в общем-то, да, различать, потому что ГМО, о чем как раз в университете недавно была жаркая дискуссия, это все-таки область больше сельского хозяйства и потребления. В нашем случае, например, используя стволовые клетки, мы стараемся стимулировать естественную способность организма к регенерации. То есть мы не вносим что-то искусственное, мы выделяем у пациента или у лабораторного животного его собственные стволовые клетки. Это клетки, скажем, блоки, как в лего, но они позволяют, они могут превращаться практически в любые клетки уже взрослого организма и, соответственно, восполнять те дефекты, которые образуются в результате травм или болезней. Ты проще объясни. То есть еще проще получается так. Вот вы же биологи, вы думаете, что люди все знают. Помните, когда была селекция, когда тетраплоидные выводили всякие растения, они были гигантскими, так сказать, но это же искусственно, так ведь? Это можно считать как генетически модифицированным? Можно, потому что набор генов увеличенный. Дальше. Когда сейчас вводят дополнительные гены, устойчивости, например, к чему? Все чего боятся? Устойчивости, например, к этим самым... К вредителям. К вредителям или там к раундапу какому-нибудь, чтобы все погибали, а он не погибал. К пестицидам. Да, к пестицидам. Все боятся. Это генетически модифицированные, но со специальными свойствами. Генотерапия, геноинженерия, там получается очень много. Вы думаете, инсулин сейчас весь откуда берется? Раньше его получали из-под желудочной железы свиней. Сейчас нет этого инсулина. Сейчас весь инсулин продуцирует эшерихи коли, в которую ввели ген инсулина. И она сидит вот себе в огромных количествах в чанах, в реакторах. И мы получаем таким образом инсулин. И поэтому, а генотерапия, это когда не работает какой-то ген. И наоборот, вместо этого вставляют рабочий ген, чтобы не болел человек. Поэтому тут очень много вещей, которые между собой связаны. А биоинженерия, то вот, что и Альберт Анатольевич говорил, и Равиль Фаридович, это когда либо на уровне клеток ты инженерию проводишь, либо на уровне комплекса клеток, когда ты уже как заплатку какую-то сажаешь. Я предлагаю поговорить чуть попозже. Есть звонок еще один в студию. Добрый день, вы в эфире. Задавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, то, чем вы занимаетесь, может как-то помочь в лечении сахарного диабета? Спасибо за вопрос. Безусловно. Безусловно, потому что, вот озвучу это в телевизоре. Можно сказать, что это прямо самое эксклюзивное? Ну, почти практически эксклюзив. Дело в том, что еще лет 5 или 6, если не больше назад, мы нашли то, что в поджелудочной железе есть альфа и бета-клетки в островках Лангерганса. Бета-клетки вырабатывают инсулин, а альфа-клетки вырабатывают гормон глюкогон, который, наоборот, сахар загоняет в клетки внутрь и накапливается в виде гликогена. Так вот, бета-клетки, недостаток которых приводит к сахарному диабету первого типа, то есть, если их мало, мало инсулина, соответственно, они образуются из альфа-клеток. И, оказывается, сахарный диабет – это не всегда недостаток бета-клетки, недостаток инсулина, потому что два гормона – глюкогон и инсулин – они должны в балансе находиться. Соответственно, если инсулина даже норма, но глюкогона больше нормы, то получается, что уровень сахара в крови падает, потому что глюкогон загоняет его внутрь клеток. И вот сейчас, если научиться еще альфа-клетки эти превращаться в бета-клетки, над чем работаем, это один из вариантов борьбы с сахарным диабетом. То есть, это интересная проблема, и мы как раз этим занимаемся. И вчера, когда вот с чего началась вся передача, приезжал этот из Арабских Эмиратов фармацевт, они тоже там делают, и когда мы начали говорить о наших вещах, он в первую очередь сказал, я к вам пришлю моих, и чтобы, так сказать, наши молекулы, и вот то, что вы делаете, чтобы вместе мы все это дело прогнали. Поэтому да, вот. Но сахарный диабет – это и болезнь, это и образ жизни. Потому что, так сказать, вот их два ведь, сахарных диабетов. Есть еще сахарный диабет второго типа. Я студентам все время объясняю, что такое сахарный диабет. Можно, да, я поясню? Суть вот в чем заключается. В нашем организме все клетки, кроме нервных клеток, они дуры. То есть, они могут плавать в тазике с сахаром, но они его не будут кушать и будут умирать с голода. Потому что должен подойти к ним инсулин и сказать, клеточка, вокруг тебя сахар, давай его поглощай. Вот это функция инсулина, чтобы сахар проходил внутрь клеток. Если нет инсулина, то, соответственно, сахара много, но клетка не получила команду, чтобы его потреблять. Второй тип сахарного диабета, когда клетка нашего организма, все клетки, так сказать, они не просто дуры, они еще и глухие дуры. То есть, получается такая ситуация, что инсулин есть, он подходит к клеткам и говорит, ну-ка, кушайте сахар. А у них ушей нет рецепторов к инсулину. То есть, и получается, они этот сахар не едят. То есть, соответственно, второй тип – это когда нет рецепторов, и они не могут усваивать. Эффект всегда один. Уровень сахара в крови большой, поэтому он выводится с мочой, так сказать, и повышенная концентрация в крови сахара, так сказать, он просто не усваивается клетками. Вот это и есть сахарный диабет. Насколько я знаю, то есть, так или иначе, ваши, собственно, разработки, они сейчас более чем актуальны теперь. Судя по тому, что поступают уже звонки, спрашивают. Так нет, а приходите, вместе будем работать. Поступайте, да будем вместе. А думаете, они сразу мечтали, вот сидят доктора наук тут, что они будут делать такие открытия. Пришли абитуриентами на биофак, начали учиться, учились, учились, так сказать, потом хорошо поступили в аспирантуру, съездили. Кто-то до аспирантуру, кто-то после аспирантуры. Набрались опыта еще за рубежом, и сейчас вот у них у обоих огромные лаборатории. Я на биофак не поступил, хотел, поступил в мед, но тоже потом, так сказать, связал с биомедициной свою жизнь. Ну, собственно, по поводу РКБ, возвращаясь к теме РКБ, мы до эфира успели пообщаться с главным врачом Республиканской клинической больницы номер 2, узнать его видение, как он видит университетскую клинику, и предлагаю вам послушать непосредственно на... Отлично, все узнают, да. И зрители узнают. Какой вы видите клиническую больницу Казанского университета? Опыт объединения больницы и университета, он будет вообще уникален для Российской Федерации. Уникален он тем, что, несмотря на то, что есть уже опыт образования университетских клиник, пожалуй, это впервые, когда действующие больницы с хорошим опытом работы войдут в состав образовательного учреждения и будут работать над задачами науки и в то же время выполнять существенный вклад в дело укрепления здоровья населения. Я думаю, что у нас будет крайне короткий путь от идеи создания какой-либо научной разработки до ее практического внедрения. Так называемая клиника трансляционной медицины, она как раз и подразумевает ту идею, которую мы сегодня хотели бы реализовать. Некоторые проекты, которые ведутся медиками, биологами, они уже сейчас действуют в РКБ-2. Опыт работы с научными работниками, безусловно, интересен не только нашим практическим врачам, но также и самим пациентам. Это выражается в сокращении стоимости, длительности лечения и все методики, которые сегодня внедряются не только институтом фундаментальной медицины, но также и другими институтами университета, сегодня несут реальные плоды в практику. Ваше мнение, какие непосредственно научные работы должны вести здесь, на базе РКБ? Сегодня с появлением такого тандема научного института и практической медицины мы сегодня получаем хороший инструмент для решения задач в области труднодиагностируемых, трудноизлечивающихся, проблемных диагнозов, там, где практическое здравоохранение не получает достаточно эффективного результата. Уже известно, какая техническая часть, мощность больницы будет использована непосредственно университетам и в научных целях? Надеюсь, что грань между практической медициной и научными сотрудниками будет стерта. Мы очень надеемся, что практические врачи будут вовлечены в научно-искательскую и образовательную деятельность. Иначе другого пути нет. Мы снова в студии. Это программа КФО «Вчера, сегодня, завтра». И сегодня мы разговариваем об институте фундаментальной медицины и биологии. Андрей Павлович, какой должна стать площадка непосредственно РКБ? Какой должна стать клиническая больница? Нет, ну, Альмир Рашид, что он правильно сказал? Смотрите, мы все вокруг крутимся. То есть, это не только медицина, не только на разработке в биологии. Это и физики, это и химики, это, так сказать, инженерный институт. Какие-нибудь роботы, кровати новые, так сказать, все это внедряться должно. То есть, это раз. Второе, это на самом деле площадка и для внедрения, то есть, трансляции вот этих вот, и для образования. То есть, чтобы студент тоже был задействован в этом процессе. Причем, самое удивительное, ведь другое. Мы говорим о трансляционной медицине и говорим только о внедрении, повышении здоровья, качества человека. А есть еще и важное другое, трансляции в образование. Что это означает? Знаете, мне недавно попалась статья, блог, очень правильный. Мужчина работает врачом в Израиле. И вот он закончил педиатрический в Санкт-Петербурге, приехал и говорит, я так надеялся, что сразу стану там педиатром. И ему бабах, и говорит, а ты не знаешь ничего. Он говорит, как не знаю, я же там отличником был. Вот, и ему принесли огромную кипу новых учебников. Он целый год все повторял. Вот, потому что, как он сказал, тот учебник ТУР, по которому он учился, он был написан, так сказать, в середине века. И все это устарело. Ну, то есть, вот, все, что новое внедряется в медицину, это точно должно еще и транслироваться в образовательный процесс. Нельзя изучать. Вот вы понимаете, нельзя изучать так, как в 19 веке лечили и обследовали. Это сейчас, потому что очень многие вещи просто не делаются. А то, что делается в больницах, не дается студенту. Соответственно, вот эта вот трансляция еще и в образовательный процесс, она обязательно нужна. Это как раз то, что мы делаем в рамках нашего института. У меня еще есть вопросы по РКБ-2, но для начала предлагаю послушать вопрос от телезрителей. Хорошо. Добрый день, вы в студии. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. У меня вопрос к Андрею Павловичу. За небольшой срок существования вашего института имеется ли достижение студентов, которыми бы вы гордились? Я отдельно хотела бы сказать спасибо за интересное объяснение двух типов сахарного диабета. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вы знаете, на самом деле, гордость есть. То есть, давайте так. Я, во-первых, всегда гордился биологами. Я ими и сейчас горжусь. Вы знаете, мы поставили перед собой задачу, и мы сразу же и студентам объявили. У нас очень жесткие требования к студенту. Если у тебя есть академические задолженности, и ты их не ликвидировал в течение, так сказать, короткого времени, ты отчисляешься. Соответственно, те, кто учится, те способны учиться. У нас есть ребята, которые сейчас учатся, так сказать, которые победили, уже будучи студентами, на Всероссийской Олимпиаде. У нас очень много симпатичных ребятишек и, так сказать, просто уже круглых отличников. Поэтому я на самом деле понимаю, что, хотя и сложно учиться, но эти ребята, из них получатся хорошие врачи. То есть, я вообще, честно говоря, я горжусь теми студентами, которые успевают делать все. И многие из них занимаются и наукой в лабораториях. А как же тебе, например, есть ли такие, которые, может быть, не так успешно учатся, сдают предметы, но при этом талантливые? Не понял. В чем талантливые? На балалайке играть, что ли? Не знаю, просто есть... Нет, ну давайте разберемся, в чем талантливые. Если ты талантливый, так сказать, мозгами, то, соответственно, ты не можешь учиться плохо. А если у тебя талант, так сказать, танцевать или на балалайке, тогда ты не иди в медицину, ты тогда и поступай, и учись по специальности. Нет, я имела в виду именно по медицинскому направлению, естественно, если есть талант. Ну тогда вы мне объясните. Врач и любой ученый, так сказать, и врач, и ученый, в первую очередь талант должен быть мозгами думать. Если у тебя этого таланта нет и мозгов нет, так сказать, то какой талант-то? Ну, значит, они все у вас успешно станут. Все, да. Все, отлично, закрыли тему. По поводу РКБ, я знаю, что вот, собственно, недавно просматривал, изучал инфраструктуру, и Ешихиды Хаяшизаки, один из руководителей исследовательского центра РИКЕН. Собственно, какие проекты совместно собираетесь ввести с этим крупнейшим центром Японии? Значит, один из проектов, он будет связан с фармакогеномикой. Что такое фармакогеномика? Это, опять, простейший пример, чтобы стало всем понятно, как с сахарным диабетом. Значит, все лекарственные препараты, которые мы употребляем, не значит, что их можно употреблять. Что они полезны? Нет. Что они кому-то полезны, может быть, там 90% полезны, а 10% могут нанести вред. Более того, в Соединенных Штатах существует так называемый Food and Drug Administration, те, которые контролируют назначение, разрешение на применение лекарственных препаратов, они уже состояли список из 130 препаратов, при назначении которых необходимо обязательно проверить наличие или отсутствие определенных генов у пациента. Потому что, если только есть какой-то полиморфизм, ну, проще скажу, мутация какого-то гена, то тогда нельзя назначать препарат, вы навредите больному, как по сахарному диабету. Аспирин – хороший препарат, без рецептов продается в аптеке. Что может вызвать при определенных полиморфизмах? Во-первых, синдром Рея – раз. Второе – аспирин в астму – два. И третье – вот тот, кто смотрит сейчас телевизор, вечером он тоже по телевизору все время смотрит. Там сидит дедушка какой-то или дядечка, и вот он начнет корчиться вот так вот. Тут подбегает то ли внучка, то ли внучок, и говорит, вот, дедушка, тебе на таблеточку аспирин. Он такой, вот, я теперь танцевать не мог, а сейчас я могу и танцевать, и все, потому что я каждый день пью малые дозы аспирина. Так вот, у некоторых взрослых людей вместо того, чтобы препятствовать свертыванию крови, аспирин, наоборот, вызывает при определенных мутациях или полиморфизмах агрегацию тромбоцитов. То есть, не пил бы аспирин, все бы было как на как, не пил. А выпил, вместо того, чтобы, как это, по-народному говоря, разжижилась кровь, у тебя, наоборот, она сгустилась, и тромбы начали образовываться. Вот оно, что самое важное. Это есть трансляция фундаментальных знаний в области геномики в клинику. И это есть персональная или персонифицированная, персонализированная, как хотите, медицина. То, к чему мы стремимся. Это еще древние говорили, надо лечить не болезнь, а больного. Мы все разные. И одна и та же болячка у всех протекает по-разному. И одно и то же лекарственное средство на всех будет действовать по-разному. И с ишихидах, и с ишизаки мы как раз этим и занимаемся. Мне кажется, сейчас производители аспирина просто озлобились на вас. Но Байер не озлобится на меня, потому что Байер это знает, так сказать. Вообще аспирин – это фирменное название, только одна препарата, ацетилсалициловой кислоты, производимая Байером. Я могу сказать, что я сам пью аспирин. И он мне, так сказать, как бы помогает, это хороший препарат. Я могу просто сказать про парцетамол и панадол, который рекламировали, но почему-то про печень забывали. Показывать печень и говорят, о, назначайте панадол, назначайте панадол. Но никто не говорил, что ацетаминофен, то есть основной препарат, то, что называется парцетамол, просто убивает гепатоциты. Вот так. Вообще, скажите, пожалуйста, почему для вас интересно, собственно, работать с рекеном? Насколько для вас это важно? Ну, во-первых, рекен – это мощнейшая структура. В Японии это один из главных академических центров, типа как РАН, там у нас вот институты. Он полифункциональный, и с рекеном у нас идет взаимодействие. И у физиков оно началось с физиков, именно благодаря Дмитрию Альбертовичу Таюрскому. Идет мощное взаимодействие с химиками, и сейчас вот получаются биологи и медики. Рекен везде. Рекен везде, да. Рекен везде. Ну, а потом, вы знаете, любое взаимодействие, вот так же, как у Равиль Фаридовича со своими партнерами, у Альберта Анатольевича, там, по-видимому, строится еще все на личных контактах. Потому что, когда мы познакомились с Шихидом Хаишизаки, и потом, я могу сказать, что мы даже как-то подружились. И он говорил, что его очень сильно тянули в два таких продвинутых, не буду называть, а то вы говорите, как производитель аспирин на меня озлобится, так эти два вуза. О них уже говорили. Так что вы не будете новичком в этом плане? А про кого говорили? Про московские, санкт-петербургские. Нет, в РГМУ и в Сколтех их тянули. Он отказался, он сказал, так сказать, это самое, что нет, я, говорит, вот в Казани, мне тут нравится, тут ребята, говорит, хорошие. Вообще, что он говорит, почему, наверняка от него тоже слышите отзывы, почему вы заинтересовали не только, наверняка, личные контакты, наверняка умы тоже. Нет, ну вы понимаете, мы же, вот есть симпатия, есть антипатия, да? Такая, вот откуда я знаю? Вот вообще, любовь, это, так сказать, как бы на уровне феромонов. Мы с ним мужчины, так сказать, но тут совершенно другое. Тут, по-видимому, в самом общении мы разговаривали на одной волне, на одном языке, так сказать, и с одной амплитудой. И ему не надо было, может быть, или мне не надо было тоже объяснять что-то, потому что мы друг друга сразу очень быстро понимали. Я думаю, с этим, наверное, связано. Андрей Павлович, Альберт Анатольевич, Равиль Фаридович, спасибо большое вам за интереснейшую беседу. Я прям, я не знаю, я, наверное, просто выкинула аспирину из своей аптечки. Не надо, зачем? Думаете, оставить? Нет, надо просто сходить сейчас и провериться на пульморфизм. Там определенные гены. Не надо ни в коем случае выкидывать, потому что это очень маленький процент. Но просто надо знать, что можно, что нельзя самому. Я не выкидываю аспирину, зачем выкидывать? Он мне не вредит. Спасибо за беседу, спасибо за то, что ответили на мои вопросы, на вопросы телезрителей. Я желаю вам, чтобы в новом учебном году у вас было самое большое количество талантов. А она на кого рассчитана эта передача? На всю аудиторию или на абитуриентов, еще кого-то? Я думаю, что нас смотрят как и обычные телезрители казанцы, так и абитуриенты. Вот если абитуриенты нас смотрят, я хочу сказать, вот посмотрите, справа от меня сидят орлы, умы. И реально этого они достигли, когда мы еще не вошли в наш рассвет, вот этот трехгодичный, который сейчас есть. Поэтому, коллеги, вот хотите быть такими же, как они, приходите. Значит, вам желаю новых орлов. Отлично, спасибо. Орлят, с которых вы сделаете орлов. Орлов и грифов таких. Это была программа КПУ вчера, сегодня, завтра. Мы сегодня говорили об Институте фундаментальной медицины и биологии. В студии работала Альбина Минебаева. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова